Макрон назвал Джонсона клоуном. Президент Франции Эммануэль Макрон в частной беседе назвал премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона клоуном, который ищет козла отпущения из-за провала Brexit, пишет 2 декабря The Guardian. Журнал Le Canard in China процитировал президента Франции, который описал администрацию Джонсона как цирк, а премьер-министра упрекнул за попытки изобразить себя жертвой, чтобы избежать обвинений за катастрофический итог Brexit. Макрон пожаловался на поведение Джонсона после телефонного разговора, в ходе которого обсуждалась трагедия с гибелью группы мигрантов, назвав его вульгарным. «Боджи разговаривает со мной в полную мощь, все идет хорошо, мы обсуждаем дела как взрослые люди, а затем он устраивает нам сложности да или после каким-то безвкусным образом. И это всегда один и тот же цирк», — приводит журнал «Слова Макрона». Париж предлагал должностным лицам Великобритании обрабатывать заявление о предоставлении убежища мигрантам на французской земле. Но Лондон назвал это фактором притяжения, который побуждает мигрантов приезжать снова к побережью Ла-Манше, и отказал. В субботу 27 ноября, после публикации письма Джонсона в Твиттер, в котором он призвал Макрона принять его пять пунктов плана по пресечению трагедии с мигрантами. Французский лидер отозвал приглашение в Италию министра внутренних дел Великобритании Прити Потель и Колко высказался в адрес Джонсона. «Печально видеть, что крупной страной, с которой мы могли бы сделать огромное количество дел, руководит клоун». «Брэкзит — это отправная точка цирка Джонсона», — сказал Макрон. «Бывший посол Франции в Лондоне Сильви Берман заявила, что отношения между странами никогда не были такими плохими со времен Ватерлоа», — пишет The Guardian. 30 ноября Бельгия и Франция обсуждали с агентством Евросоюза Fronteg дополнительные меры по контролю за нелегальной миграцией через Ла-Манш. Поводом стал инцидент, произошедший в проливе 24 ноября, когда при попытке добраться в Великобританию затонула лодка с мигрантами, в результате чего погиб 31 человек. Ситуация осложнила и без того непростые отношения Лондона с Парижем и спровоцировала дискуссии о том, кто виноват. Обе стороны говорят о намерении вместе решать миграционную проблему, однако на деле им пока это не удается.